Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет рубрика совет карт, которую вы просите почаще обновлять. И, ну, конечно, каждый день делать это невозможно, но, по крайней мере, свеженький расклад на эту тему сегодня мы сделаем. И что значит совет карт? Это значит совет карт в любой ситуации, которая сложилась в вашей жизни. Будь то на личном фронте, или в финансовой сфере, или в сфере трудоустройства. Вопрос, который возник, карты дадут совет, каким образом, по какому плану и какой стратегии придерживаться в той ситуации, которая случилась именно в вашей жизни. Ну, сейчас мы посмотрим, сколько у нас получится вариантов этого. На то это и живое, скажем так, живой момент съемки с заранее невыкладываемыми арканами для того, чтобы мы могли иметь определенные сюрпризы. Ну, и, конечно, я напоминаю, здесь, кстати, даже два аркана попросилось, но мы их таким образом и оставим. Для тех, кто впервые на канале, сразу могу сказать, что специфика открытия арканов существует. И вы можете загадывать либо по номеру варианта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ждать, когда он откроется. Либо вы можете просто выбрать рубашку карт, которая вас к себе притягивает и ждать, когда я ее открою, независимо от того, какая по счету она будет. Либо загадать вариант по порядку открытия мною. То есть, та карта, которую я открою второй, например, вы ее можете загадать. Итак, для тех, кто загадал третий вариант, он у нас первый по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая говорит о том, что для того, чтобы идти в лучшее будущее, вам нужно посмотреть на прошлое. Если это вопрос отношений, вам предлагают в отношения вернуться, то тогда вам стоит это сделать. Стоит попробовать, если вы полностью для себя лично не исключаете такого варианта развития событий. Если стоит вопрос о поездке, ехать или не ехать, то тогда нужно ехать. То есть, это та карта, которая говорит о движении, но зачастую о движении в отношениях она говорит, скажем так, задним ходом. То есть, она больше говорит о возвращении имеющегося, нежели о приобретении нового. Поэтому, если вопрос стоит о переезде, о перемещении в пространстве, то это однозначный ответ да. Если вопрос об отношениях, это стремление к старым вариантам общения, скажем так, уже проверенным людям. Если вы выбираете из друзей, то здесь действует как никогда точно поговорка старый друг лучше новых двух. И также данная карта говорит о том, что в любой создавшейся для вас ситуации вы должны уметь проявлять эмоции, даже если вы их не ощущаете в тот момент, когда что-то происходит. То есть, ваша задача показать эмоциональную нагрузку своего поведения и может быть даже устроить мини-истерику показательную, которая была бы полезна в вашем случае. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, он второй по порядку открытия, здесь ложится два аркана. И мне стало понятно, почему все-таки вышла вторая карта. Карта говорит о том, что вы просто обязаны в любой сфере жизни, в любом деле ответить взаимностью, заплатить за товар, отдать кредит. Если заплатили вам, то выполнить договоренности в рамках справедливого принятия и решения этого вопроса. Если речь идет о чувствах, то вы должны вашему оппоненту или партнеру показать столько же, сколько он показывает вам чувств, эмоций и желания или нежелания идти навстречу. Эти карты говорят о том, что в любом проявлении, в любой ситуации должна быть энергетическая гармония. Что это означает? Если вам сделали гадость, то вы можете ответить именно так человеку, то есть тоже в ответ сделать гадость. Но если вам делают добро, то какое-то негативное проявление в ответ будет абсолютно неуместно. Если вам на работе задолжал, например, зарплату работодатель, то в таком случае вы должны эту зарплату пытаться получить. И не только способами переговоров, но еще и, возможно, обращаясь в суд. Ну и если отношения, мы уже сказали о гармонии, о том, что сколько получаете, столько должны отдавать эмоционально, материально. Я всегда говорю о том, что если, например, мужчина что-то дарит вам, и, например, он ждет от вас благодарности, то эта благодарность должна быть, естественно, выражена не в финансовом эквиваленте. То есть, допустим, вам принесли кольцо и сказали, вот будешь на праздники надевать, дарю тебе. А вы говорите, да-да, сейчас я тебе отдам за него деньги. Конечно, это не та гармония, о которой можно думать именно в разряде товарно-денежных отношений. Но если вы реально должны, если вы получали товар или услугу, то вы должны за эту услугу или за этот товар заплатить. Иначе она не пойдет во благо и по карме, скажем так, может откармировать, как я это называю. Вот такие иногда странные термины возникают. То есть, все долги кармические, эмоциональные, долги в отношениях вам нужно отдать. Если вам должны, то вы должны дождаться и сделать все для того, чтобы этот долг и то, что вы должны иметь в этой ситуации вернулось к вам. Для тех, кто выбрал второй вариант, он третий по порядку открытия. Здесь ложится очень хорошая карта, которая говорит о подарках. Если в данном случае вам что-то предлагают и судьба готовит подарок для вас, то вы должны его принять. Ну, не то, чтобы должны, но было бы благоприятно этот подарок принять. Потому что никто, в принципе, мало кто кому и что должен. Кто должен, тот знает. В вашем случае здесь просто ложится карта, которая говорит о возможных хороших событиях в вашей жизни, которые вы должны действительно с удовольствием уметь принимать. Потому что очень часто людям, как бы это парадоксально не звучало, теряются и боятся, когда происходит что-то хорошее. То есть, когда что-то плохое, человек понимает, надо разозлиться, надо дать в глаз, надо сказать дурное слово. А когда что-то хорошее, то непонятно, что с этим делать, потому что не всегда приходит очень часто это хорошее. Вот здесь вам нужно учиться принимать позитив, принимать доброту, принимать даже в прямом смысле слова финансовые вливания и подарки. Если речь идет о том, что вы сомневаетесь, стоит ли делать человеку какой-то подарок, то карта говорит, что стоит. То есть, все, что здесь мы видим, говорит о дарении, о получении, о тратах. То есть, если вы сомневаетесь брать подарок или не брать, дарить или не дарить, то однозначно брать, однозначно дарить. И есть еще один интересный момент, конечно, это толкование не для всех и достаточно индивидуальное. Но если вы планируете рождение детей, то карта говорит о том, что период наступает для этого благоприятный. И карта может говорить о том, что если есть беременность, то ее нужно сохранять. Если вы планируете зачатие, то можно этим заняться. Но это для определенной небольшой группы лиц из тех, кто просматривает данный общий расклад. Который, конечно, индивидуально протрактовать для каждого из нескольких тысяч. Кто посмотрит данное видео, не представляется возможным. Для тех, кто загадал седьмой вариант, он четвертый по порядку открытия. И здесь ложится карта, карта хорошая, карта добрая, которая говорит о позитиве, о надеждах, о ожидании чего-то хорошего. То есть в данном случае вам нужно реально, даже если к вам относятся с агрессией, быть на позитиве и стараться выстраивать отношения, взаимодействия с окружающими людьми с точки зрения приветливости, позитива и стремления к лучшему. Опять же, это время для того, чтобы строить планы. То есть все, что вы будете делать, вам стоит спланировать. При этом это должны быть не просто какие-то прожекты, витающие в облаках. А желательно, конечно, взять и написать на бумаге и зафиксировать все то, что вы хотите. Сделать определенные зарисовки. И это может касаться как отношений, так и финансовой сферы, так и любых других, скажем так, ситуаций и моментов, возникающих в вашей жизни. В любом случае, позитив ваше, да и наше, собственно, все. И эта карта хорошая и добрая, она говорит о том, что в данной ситуации у вас хорошие перспективы, разрешение для вас благоприятно всего того, что происходит, если вы будете вести себя позитивно. Для тех, кто загадал первый вариант, он у нас пятый по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая может говорить о том, что вам нужно держаться в первую очередь за стабильность. И стараться ориентироваться, если это отношения, на хорошие, добрые, устойчивые, стабильные отношения. Создавать в них какие-то традиции. То есть то, что будет характерно именно для ваших отношений с определенным человеком. И это даже возможность каких-то совместных накоплений. Если речь идет о финансах, вопрос стоит о том, давать ли человеку в долг, то давайте не больше своего среднемесячного дохода. Какие-то огромные вложения посторонних делать не стоит. В любом случае именно в отношениях карта говорит о стабильности, о ровном отношении без каких-либо жестких всплесков. Также карта говорит о том, что вы можете надеяться на даму, даму определенного склада характера. Это стабильная, это состоятельная, состоявшаяся девушка, женщина, которая в данном случае может сослужить вам хорошую службу. И возможно дать какой-то совет, который вам будет полезен. Или даже поддержать материально. В общем карта тоже ложится позитивная, карта хорошая. С советом на работе будет, конечно, добросовестное исполнение всего, что вы должны делать в рамках своих обязанностей. Ну а если говорить о, конечно, любви и о том, чтобы победить соперников, например, в любви. Это говорит о том, что любое сейчас боевое действие с вашей стороны будет требовать финансовых вложений. То есть тратить на себя, не бойтесь в данной ситуации. Для тех, кто загадал четвертый вариант, он у нас шестой по порядку открытия. И карты говорят о том, что вам в ситуации происходящей нельзя не привлекать в этом случае никого со стороны. То есть не надо бежать по подружкам, не надо советоваться, не надо просить каких-то коллективных действий. Вы должны делать то, что делаете самостоятельно. И обращать, скажем так, любые коллективные дела в дело для вас индивидуальное. То есть для вас сейчас не тот период, когда вы можете действовать сообща. Если вопрос касается отношений, то, возможно, вам или партнеру нужно уединение для того, чтобы подумать о жизни и что-то дальше планировать. И здесь настаивать на общении нельзя. Но если вам хочется побыть одному, а вас достают и с вами пытаются общаться постоянно, то вы имеете полное право пока что разослать всех по дальним углам и побыть в гордом одиночестве. Также карта рекомендует обратить внимание на здоровье вас или ваших близких. Потому что здесь возможны некоторые неполадки. И здесь возможна ситуация, которая создаст проблемы, касающиеся именно здоровья и именно физического состояния организма. Если есть возможность сделать какие-то прививки, то прививки лучше по данной карте все-таки сделать. Если речь идет о лечении, то лечение в принципе сейчас то, которое идет, говорит о том, что вам оно пойдет на благо. И выздоровление все-таки не за горами, что ваш организм имеет все силы, чтобы победить. Но ключевая особенность данной карты это то, что хочешь сделать хорошо, сделай сам, не привлекай никого со стороны. Для тех, кто выбрал у нас пятый аркан, он у нас шестой по порядку открытия, карты говорят о том, что не допускайте сейчас никого в вашу жизнь. И иногда даже, возможно, придется отбиваться от близких, которые будут хотеть залезть вам поглубже в сердце, в голову, в душу. И вам нужно немножечко отгородиться и установить четкие границы. Где ваша, а где того человека, который рядом, или тех людей, которые находятся с вами рядом. Если речь идет о работе, то это четкое оформление своего рабочего места для того, чтобы к этому рабочему месту не имели отношения другие люди. Если это личные отношения, то вы должны сохранять не то, чтобы какую-то таинственность, но просто зону, в которой вы будете сами себе хозяином. То есть раскрываться на все 200%, выворачиваясь наизнанку перед человеком, который вам близок, не стоит. То есть вы имеете право на какие-то свои маленькие секреты. Вы имеете право на то, чтобы иметь свою территорию, свой взгляд на мир. И возможно настал тот час, когда вам именно свой взгляд на мир нужно отстоять. Потому что для вас именно ваше мнение о невыслушивании советов сейчас будет принципиально важным. И принесет вам большее благополучие и хорошее развитие ситуации. Для тех, кто... Ну и здесь, кстати, можно говорить о том, что силы могут быть неравны, но у вас есть все шансы на победу. Для тех, кто загадал у нас шестой вариант, он у нас восьмой по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая говорит о чувствах. В личных отношениях проявляйте чувства, проявляйте нежность, проявляйте мягкость. Обратите внимание именно на эмоциональную составляющую того, что происходит между вами. И дайте человеку увидеть вашу мягкость и ранимость, и какую-то свою искренность и проявление чувств. А также для женщин, для девушек, которые смотрят этот расклад, это умение проявлять именно свои женские черты. Именно мягкость. То есть вы можете даже в какой-то конфликтной ситуации мягкостью добиться гораздо большего, нежели вы добьетесь, если будете упорствовать и бросаться, скажем так, с вилами на танк в прямой бой. В прямом бою вы не выиграете. А показавшись мягкой, нежной, попросив по-хорошему, вы можете договориться. Если вопрос касается работы, то здесь вы должны тоже учитывать свое время, учитывать ваше эмоциональное состояние. Если вы ощущаете на определенном моменте перегрузку, то вам нужно немножечко меньше себя заставлять трудиться и работать. Но в любом случае карта еще может говорить о третьем лице. Карта может говорить о том, что вы должны сейчас обратить внимание на поступки некой дамы. Возможно, это дама водяного знака. Хотя я 500-й, наверное, раз повторяю за последний год, что я не очень люблю сравнение и корреляцию Таро и знаков Зодиака. Но в любом случае люди иногда спрашивают. Поэтому я говорю о том, что да, дама может быть водного знака. Но в целом я бы больше обращала внимание на характер. Это может быть женщина, такая, вы знаете, по сути своей девочка-девочка. Если ей нужно пораньше уйти домой, потому что муж придет сегодня пораньше, она не задумываясь это сделает. Она зациклена иногда на своих чувствах и переживаниях. Но также умеет переживать и сочувствовать окружающим. Поэтому в данном случае, может быть, вот эта как раз-таки женщина станет вам определенным помощником и, может быть, даже хорошим советчиком в той ситуации, которая создалась у вас. Если нет, то тогда предыдущий вариант оттолкований. Или просто вы можете понаблюдать и поискать качество в окружающих вас дамах, которые были описаны по поводу данной фигурной карты. А для тех, кто хочет заказать расклад для себя, вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео. Текстовое описание крайне желательно читать и слушать хотя бы первые 20-30 секунд видео для того, чтобы было понятно, что к чему, чего и как, как сказано в Федоте Стрельце. Ну а я всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.